Алексей Гончаренко прямо с места события в Одессе. Да, просто вот услышать, что произошло реально. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Вот сейчас я камерой перевожу. Это горят остатки лагеря сепаратистов. Я не знаю, видели ли вы их. Остатки лагеря сепаратистов на Куликовом поле и возле Северного жала. Сейчас я повернул камеру, и сзади меня находится, конечно, плохо видно, здание профсоюзов Одесской области, на которое горело, и в котором сейчас, к сожалению, мы понимаем, находятся не менее 10 трупов. Точную цифру назвать нельзя. Сейчас мы находимся возле пожарных машин, которые тушили это здание. Я надеюсь, вам что-то видно. Вот мы подходим. Это пожарные машины. Я сейчас подойду ко входу в здание, которое все выгорело. Здесь был бой. Все началось днем, когда на проукраинский марш единства Украины было совершено нападение с использованием огнестрельного оружия. Стреляли, в том числе, из автоматов Калашникова. И на моих глазах погибли люди. Я не знаю, вот видно ли вам, вот это вход, вот это вход в здание обкома профсоюзов Одесской области. Это вот колонны. Я сейчас подхожу к самому зданию, которое... Вот вход, выгоревший вход в здание. Надеюсь, в том, что-то видно. Это все происходит в эти минуты, в эти секунды в Одессе. Потом, после того, как было совершено это нападение, погибло несколько человек. Точную цифру сейчас сказать очень сложно. Но после этого проукраинские силы перешли в контратаку и освободили территорию в центре города и пошли. Мы пошли к лагерю сепаратистов в Куликовом поле. Мы взяли его. Лагерь уничтожен. Часть сепаратистов забежала в здание. И, к сожалению, похоже, часть из них там погибла. Во время пожара просто задохнулась угарным газом. Ну, Алексей, у нас официальное сообщение Министерства внутренних дел. 30 отравилось угарным газом, 8 выбросилось из окна. Значит, погибших 38 только в здании профсоюзов. Ранее погибло 4 человека. Значит, в общей сложности это уже 42 человека, которые погибли сегодня в Одессе. Вот так мы понимаем. Я не могу подтвердить эти цифры. Я видел несколько человек, два трупа людей, выбросившихся из окна. Мы знаем, что внутри есть трупы. Но я, честно говоря, чуть-чуть сомневаюсь в этих цифрах, потому что в здание на сегодняшний день зайти невозможно. Вот я сейчас захожу в здание, но вы, конечно, не видите на камере этого. Но тут невозможно дышать совершенно. Все в угарном газе. Работает несколько расчетов пожарных. И никто не может сказать, сколько здесь трупов. Здесь есть еще живые люди. Они забаррикадировались на четвертом этаже и крыше. Они оттуда стреляли. Вот я сейчас покажу гильзу, например, которая... Ну, прямо возле... Вот, если ее видно сейчас, секундочку. Это гильза травматического оружия. Такими гильзами тут усыпано все. Тут просто шла стрельба, перестрелка. Поэтому я не понимаю, как МВД посчитало уже количество трупов. Честно говоря, хочется верить в лучшее, чтобы все-таки погибших людей меньше. Да, хочется верить лучшее. Алексей, а как случился пожар? Вы видите, как работает расчет. Заходят пожарные. Вот в эту секунду, если вы что-то видите, заходят пожарные в здание. Алексей, как случился пожар? Уже понятно? Или еще... Здание забрасывали с одновременной бутылкой на зажигательную смесь. Все, они стреляли из него, летели петарды. Дальше начался пожар. Очень сложно сказать, к концу, как это все произошло. Спасибо, Алексей Гончаренко. Вот такая у нас информация. Мы едины, весь наш город, в том, что мы не дадим, не дадим забрать у нас родной язык, не дадим забрать у нас родную культуру, не дадим попирать наши ценности. Сегодня люди чужие для нас, такие горе-министры, как господа Вакарчук и Вовкун, это у нас министры культуры и образования, которые вместо того, чтобы заниматься культурой и образованием, занимаются, как они думают или пытаются перевоспитанием, а на самом деле унижением всех нас. Когда они навязывают нам свое видение истории, свои ценности, свой язык. Украина всегда была двуязычной. Украинская культура двуязычна. А сегодня у нас пытаются забрать то, что невозможно забрать. Родной язык, родную культуру. Мы никому не дадим это сделать. Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Наши дети будут знать русскую литературу, русскую культуру. Они тоже будут говорить на русском языке. Я абсолютно в этом уверен. Вы поддерживаете меня? Сегодня в нашем городе и в нашей стране опять время испытаний, время выбора. Когда-то, пять лет назад, мы, наверное, и в этом есть какая-то и наша вина, не отстояли до конца свой выбор, позволили прийти к власти националистам, оранжевым, которые... или ржавым, я не знаю, как правильно это назвать, но которые разъедают нас, разъедают наш образ мыслей, разъедают нашу культуру и нашу духовность, которые пытаются забрать у нас нашу историю. Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину. Мы никогда этого не забудем. И сегодня, в 2009 году, мы должны снова сказать свое слово и уже не дать никому нас обмануть и забрать наш выбор. Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную Одесскую землю и на землю Украины. Я уверен, что мы это сделаем, потому что мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером Виктором Януковичем!